Мы рассматривали несколько кандидатов, и в общем-то все они были достойны, и это был непростой выбор, но мы пришли к такому решению, что вот в нашей сегодняшней ситуации оптимальным будет вот такое решение. Долгим ли был процесс переговоров, или сразу удалось найти общий язык? Я бы не сказал, что процесс переговоров был долгим. Я скажу, что мы какое-то время пытались проанализировать ситуацию тех, кто есть на рынке, и выбрать между этими людьми. А с самим Вестерлундом переговоры были недолгие. Кто еще войдет в тренерский штаб, и останутся ли в команде Емелин и Зюзин? Окончательно еще не определено, контракты не со всеми подписаны, поэтому я думаю, мы объявим сразу, когда будет окончательно ясно по всем кандидатурам, мы объявим весь тренерский штаб. Обсуждали ли вы уже принципы комплектования команды, какой ее видит новый тренер? В общих чертах мы обсуждали, и в принципе там как бы все понятно. Все последние годы, независимо от того, кто тренировал Салават Юлаев, команда показывала яркий атакующий хоккей. И Вестерлунд приверженец более оборонительной концепции. Значит ли это, что и Салават Юлаев теперь будет играть с большим акцентом на оборону? В нашем первом разговоре он задал мне такой вопрос. Он сказал, Леонид, в каком стиле бы ты хотел, чтобы играла команда? Я ему сказал, мне все равно в каком стиле, главное, чтобы она выигрывала. Вестерлунд всю свою карьеру жил и работал в Финляндии. Нет ли опасений, что в 59 лет ему будет сложно адаптироваться в новых для него российских условиях? Ну, конечно, это был один из аргументов, когда мы думали, с кем подписывать контракт. Но, конечно, подкупает, что квалификация этого человека. Я вообще считаю, что когда меня спрашивают, каких хоккеистов надо брать, шведов, чехов, финнов, для меня, в первую очередь, квалификация. Когда Вестерлунд появится в Уфе? Мы сейчас с ним на связи постоянно. Я думаю, что, в принципе, раньше июля месяца такой острой необходимости нет. Собственно, что ему сейчас делать, потому что мы сейчас команду скоро распускаем. Скорее всего, в июле в начале.